Всем добрый день! Сегодня поговорим о том, как торговать на платформе брокера PocketOption, а также об индикаторах, которые присутствуют на платформе. Начать торговлю на платформе брокера PocketOption можно как на реальном счету, так и на демо-счету. О том, как правильно и быстро открыть новый счет в PocketOption, можно узнать из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. После открытия счета можно приступить к торговле. И первым делом необходимо разобраться с интерфейсом брокера. На панели слева можно видеть такие вкладки, как финансы, профиль, маркет, достижения и чат. И в совершении сделок данная панель не будет использоваться, так как включает в себя только общую информацию. А вот панель справа уже имеет вкладки, которые имеют прямое отношение к торговле. И это вкладка сделок, вкладка экспресс-ордеров и вкладка отложенных сделок. На вкладке сделок можно посмотреть как открытые позиции, так и закрытые. Также при желании можно посмотреть более подробную информацию о сделке, кликнув на нее. И здесь можно увидеть время экспирации, прогноз, а также разницу в пунктах между открытием и закрытием. Следующая вкладка это экспресс-ордер. Такой ордер позволяет совершать составную сделку, которая по итогу может принести очень много прибыли. Но на начальном этапе лучше ограничиться обычными сделками, так как экспресс-ордера имеют повышенный риск. И последняя вкладка, которая возможно будет использоваться в торговле, это отложенные сделки. Такие сделки позволяют выставлять лимитные ордера точно таким же образом, как и на рынке Форекс. Но помимо лимитных ордеров, исполняемых по цене, можно выставлять и такие ордера, которые будут исполняться в определенное время. И для примера такой ордер можно выставить за 5 минут до какой-либо новости или уже после нее. Возвращаясь к самой торговле, покупать опционы можно на специальной торговой панели, которая находится внизу графика. Если по какой-то причине у вас выключены панели настроения рынка и мониторинга сделок, то включить их можно, нажав на три точки вверху графика и выбрав настроение рынка и мониторинг сделок. Панель настроения рынка указывает на то, каких опционов на данный момент куплено больше, а панель мониторинга сделок показывает информацию о ваших открытых сделках. По итогу, чтобы купить опцион Call или опцион Put, необходимо нажать на одну из кнопок. И для опциона Call это зеленая кнопка выше, а для опциона Put это красная кнопка ниже. И для получения прибыли по опционам Call необходимо, чтобы цена по истечению определенной экспирации находилась выше открытия цены опциона, а для опционов Put соответственно ниже цены открытия опциона. И если будет открыта сделка, то всю информацию можно будет видеть на панели, мониторинга сделок. И давайте для примера купим опцион Call, после чего на панели можно будет увидеть общую сумму сделки, а также ожидаемый доход и то, в какую сторону открыт опцион. А в дополнение на графике можно будет видеть цену открытия, что делает удобным слежение за опционом. И как уже говорилось ранее, также открытую сделку можно отслеживать на панели сделок на вкладке открыто. Также при желании можно торговать и опционами со страйк ценой. Данный опцион отличается от обычного тем, что у трейдера есть возможность разместить ставку выше или ниже текущей рыночной цены с соответствующим изменением процента выплат. Активируется такой опцион переключателем на торговой панели. Но стоит отметить, что новичкам лучше не использовать страйк цены и торговать обычными опционами, так как они намного проще в понимании. Также перед началом торговли стоит обратить внимание на проценты выплат по опционам. Узнать текущий процент выплат можно на панели торговых инструментов, которая находится в левом верхнем углу. И тут можно видеть проценты выплат по всем активам, которые торгуются у брокера. Также при желании на торговой панели можно поменять кнопки местами, возможно для кого-то это будет более удобный вариант. Или же вообще переместить панель в правую часть экрана. Чтобы вернуть панель обратно, необходимо нажать на маленькую кнопку внизу. После того, как торговля в техническом плане будет освоена, можно приступить к изучению индикаторов на платформе брокера. И в Pocket Option на данный момент есть более 25 технических индикаторов. И среди них есть как стандартные индикаторы, которые есть на многих платформах, так и авторские. К таким индикаторам можно отнести Arun, CCI, каналы Кельтнера, цикл Шафа и Вортекс. Для добавления индикаторов достаточно кликнуть на нужный, и он сразу же добавляется на график. После чего можно по отдельности настроить каждый из индикаторов. Для изменения настройок нажимаем на иконку карандаша, после чего вносим необходимые настройки. Как только настройки будут внесены, нажимаем на кнопку сохранить. И точно таким же образом настраиваются и другие индикаторы. Если индикаторов на самом графике добавлено несколько, то их можно при желании скрыть, нажав на иконку глаза. Также информационные панели самих индикаторов можно свернуть, нажав на маленький белый треугольник. А если окно индикаторов, которое находится внизу, будет довольно узким, то его можно расширить, нажав на стрелочку справа от индикатора. Чтобы удалить индикатор, можно нажать на крестик рядом с индикатором. А если есть необходимость удалить сразу все индикаторы, то это можно сделать на панели, нажав на кнопку удалить все. По итогу, благодаря такому большому количеству индикаторов на платформе брокера PocketOption, можно составлять собственные стратегии, не прибегая при этом к сторонним программам и терминалам. Но новичкам стоит помнить, что прежде чем начинать торговлю по индикаторам на реальном счету, их стоит протестировать на демо. И только после этого переходить на реальный счет. Если вы хотите получить еще больше полезной информации, то найти ее можно на нашем сайте по ссылкам в описании. Удачной торговли!